Добрый день, уважаемые коллеги. Я сразу хочу попросить прощения. Вы, наверное, все устали, но немножко доклад будет объемный, потому что у нас существует большой сейчас арсенал лучевых методов диагностики. И я попробую рассказать вам, на каком этапе, что, когда надо использовать. Основным методом диагностики у нас является, конечно же, это маммография, ультразвуковая диагностика и магнитно-резонансная томография. Эти методы обладают как хорошими все методами своими, но у них есть и свои и недостатки. Последнее десятилетие, как альтернатива и дополнение к ним, мы используем еще и радионуклеидные методы диагностики. И, конечно же, окончательный ответ нам ставят кто? Дистологи. И нам надо определиться, что же все-таки клиницисту из всего этого большого арсенала назначить и когда, на каком этапе. Для этого мы должны определиться, что хочет получить клиницист от рентгенолога. В первую очередь клиницист, конечно, хочет получить, есть образование, нет образования. Образование доброкачественное или образование злокачественное. Если это злокачественное образование, то распространенность его процесса и содержание очагов. Это мультифокальность, мультицентричность и билатеральность. Конечно же, это оценка для диагностики рецидива в рубце, это оценка имплантов. И, наконец-таки, мы дойдем до оценки на элдивантной химии терапии. Первое, что мы хотим узнать, да, клиницисты, это стадирование. Стадирование включает у нас распространенность и локализацию опухоли. Куда включается, значит, характеризуется, является опухоль инвазивная, неинвазивная, размер опухоли и, конечно же, наличие отдаленных метастазов. Как я говорила, основным золотым стандартом для выявления рака молочной железы все равно остается маммография. И вот на скринингном этапе основным задачей маммографии – это является выявление минимальных опухолей, размеры которых меньше 10 мм в диаметре. Как вы уже все знаете, что у них пятилетняя выживаемость достигает тогда 98%. Но я еще хочу сказать, что в маммографии, несмотря на то, что это достаточно старый метод, он имеет и свои преимущества перед всеми. Вы сейчас видите те изменения, которые видны только при маммографии. Это рак в виде сгруппированных скоплений микрокальцинатов злокачественного типа, и это рак в виде тяжистой перестройки ткани молочной железы. По распределению микрокальцинатов уже на этом этапе рентгенолог может сказать, что это злокачественный тип или доброкачественный. То есть если мы видим групповое, линейное и сегментарное, чаще всего это принадлежит к злокачественному типу изменений. Если же мы видим региональное и диффузное распределение, это доброкачественный процесс. И все хорошо бы. Я хотела здесь привести вам пример. Это очень достаточно сложный опухоль, тубулярный рак. Наверное, к счастью, это одна из самых сложных диагностик, но к счастью, что они встречаются всего 2% из всех раков. И данный на маммографии я хочу вам представить радиальный рубец, как дисгормональное нарушение молочной железы. Как видите, разграничить и отдифференцировать на этом этапе рак это или не рак, конечно же, невозможно. И все хорошо, когда у нас имеется неплотная ткань молочной железы. И хочу сказать, что сейчас мы для вас всегда пишем тип плотности молочной железы по УСР. Самый неплотный тип – это А и Б типы. И, конечно же, на этих маммограммах легко отдифференцировать гаммартому, обозаселенную фибраденому. И, кстати, вот это и сенцинозный рак. И мы сталкиваемся в своей работе с трудностями. Самые большие трудности – это плотная молочная железа, молодой вознос, дисгормональные нарушения. И так называемые мы еще называем слепые зоны для рентгенологов. Это ретромоммарное пространство и акселярная зона. Что же тогда делать? А тогда у нас есть и другие методы. В маммографии сейчас одним из перспективных является контрастная спектральная маммография. При введении одновременно одного введения контрастного вещества, йод-содержащего, мы получаем сразу два изображения. Первое – низкоэнергетическое, оно соответствует нашей обычной маммографии. Второе – высокоэнергетическое. Дальше происходит субстракция, и мы получаем постконтрастные изображения. Это примеры. Так выглядит наша маммография. Плотная железа, где дифференцировать узел невозможно. Зато на постконтрастных изображениях мы видим не только узел, мы видим его размеры и распространенность. Мы хорошо знаем, что истинные размеры опухоли, они примерно на 40% больше, чем те размеры, которые описывает рентгенолог. Ещё один пример. Контрастная маммография. То же самое на субстракции, постконтрастных изображений. Мы видим хороший фокус скопления микрокарцинатов с его распространением. То есть можем чётко рассказать для стадирования его размеры. Следующее, что имеем мы нового в своей маммографии, это томосинтез. Томосинтез – это трёхмерное изображение молочной железы. За один проход трубки вокруг неподвижной молочной железы мы получаем сразу серию томограмм. И дальше мы можем эти томограммы рассматривать, смотреть и делать свои выводы. Сразу остановлюсь, тут томосинтез – это скрининговое исследование. И поэтому он очень хорошо работает именно на скрининге, на выявлении минимальных опухоль. На данном слайде я хотела вам показать, это я потом перейду, как выглядят у нас томосинтезы опухоль. Опухоль будет видеть в виде вот таких звёзд. И вот так он будет выглядеть. Это неизменённый внутримаммарный лимфатический узел. Теперь мы перейдём к так называемому параметрическому исследованию ультразвуковой диагностики. Оно сейчас очень расширилось и включает в себя несколько этапов. Первый этап – Б-режим, где выявляется сам узел, его размеры. Второй – Доплеровское картирование. И третий – эластографическая картина. Эластографическая картина оценивается по двум критериям. Самый главный критерий – это качественный критерий, это цветовое картирование. Сейчас различают шесть эластотипов. Самый нас интересует – это четвёртый и пятый. Четвёртый – пограничный, и пятый – это, точно мы знаем, что это инвазивная опухоль. И количественный критерий. Количественный критерий – это коэффициент жёсткости. Иногда вы в литературе встретите его коэффициент растяжения. В нашем институте была проведена большая работа. И было доказано, что ороговым значением в этом коэффициенте является 4,0. Так как чувствительность, если вы видите, 98%, а специфичность равна 80%. Поэтому при использовании этого метода всегда оценивают до 4. То есть если до 4, это будет доброкачественный процесс. Всё, что будет больше 4, это уже злокачественный процесс. Я вам сейчас покажу именно пример. Сейчас у нас, кстати, в институте проходит ещё одна конференция, параллельно с вами, на нашем отделении. Это контрастная ультразвуковая диагностика. Это совершенно новое, что пришло к нам в Европе уже несколько лет. У нас только как 3 года разрешили использовать контрастный препарат. Он, так скажем, безвреден. Основан на инертном газе, зерков газа. И выводится через дыхательные пути буквально через 15 минут. Сейчас я вам сейчас покажу полностью параметрическое исследование, как оно проходит. Вот в режиме выявляется гипохагидное солидное образование, неоднородные структуры за счёт кальцинатов внутри. При картировании мы видим гиповаскулярный и асимметричный кровоток. Размер достаточно маленький – 8 на 7 мм. При эластографии отмечается пятый тип ПОЭНа, то есть синий. И РЭЦ-РЭЦ-РЭЦ-РЭЦ-О 10,29. А пороговое значение, я уже говорила, 4. И вот так у нас будет выглядеть с вами контрастное введение препарата. Мы видим, что у нас есть третий тип спекулообразности ПОЭНа. Это злокачественный тип. И вот при злокачественном типе, посмотрите, вот это образование, которое в режиме встает, оно очень быстро накапливает наш контрастный препарат и также очень быстро его вымывает. То есть еще на этапе исследования, то есть на этапе обследования пациента мы можем сказать, какой это процесс – злокачественный или доброкачественный. Точно так же исследуются и все региональные лимфатические узлы, к которым относятся акселярные, надключичные, подключичные, парастернальные. Они исследуются также в параметрическом режиме, то есть это Б-режим, это картирование, это эластография и также используется контрастное ультразвуковое исследование. На данном хочу показать, здесь идет неравномерное накопление, это цепочка лимфатических, надключичных лимфатических узлов, неравномерное накопление контраста с периферии к центру, не накапливая только зоной некроза. Самое новое, что появилось в ультразвуковой диагностике, это так называемая автоматическая ультразвуковая установка. Хочется сказать, что это скрининговая. Вы видите, что она имеет достаточно большую лопатку, 17 см, и происходит так называемое сканирование по срезово-ультразвуковое. Получаются слайды такие, на которых мы ищем вот такую черную дуру. Дальше, когда мы это находим, мы все переходим уже в мультипараметрическое исследование. И при мультипараметрическом исследовании уже мы доказываем, злокачественное это образование или не злокачественно. Но эти установки, они, конечно, очень хороши на этапе скрининга. Следующее – это мамосцинтиграфия. Мамосцинтиграфия всегда используется с тумаротропными радиофармпрепаратами. В нашем институте используется технец, имеченный технидром. Это липофильный катион, который накапливается в опухолевых клеток и является так называемым маркером метаболической активности этой опухоли. И исследуется также по количественному и качественному типу. По количественному исследуется так называемый опухоль-фон полуколичественный, на котором вы видите, что если катицент накапления больше, чем 1,4, вероятность злокачественного образования 95%. Естественно, этот метод, он обладает большими преимуществами перед теми двумя методами, про которые я вам сказала. Это из-за того, что он, конечно, нам сразу покажет мультифокальный процесс или же процесс мультицентричный. Чем, конечно, могут в них похвастаться не маммография и не ультразвуковое исследование. В нашем институте еще проводится маммосцентрография при помощи гибридных методов. К гибридным методам у нас относится КТ, совмещенная с гамма-камерой. И вот так вот это будет выглядеть при уже гибридном методе. Этот я выбрала специально вам пример. Это мультицентричная опухоль левой молочной железы и с метастатическим поражением акселярных лимфатических узлов. К тяжелой технике дальше относится МРТ. МРТ хочется сказать, что все-таки это метод дополнительный, а не основной. Основным он у нас является только тогда, когда имеется оккультная опухоль. То есть мы ее не видим, мы видим уже региональные или отдаленные метастазы. Мы видим, основным является при очень плотной ткани молочной железы носительность мутации БРК-1, БРК-2 для оценки имплантов. Еще раз хочу сказать, если вы как клиницисты будете назначать какой-то метод для оценки имплантов, методом выбора будет у вас МРТ. При МРТ исследуются потом карты постконтрастного изображения, это целая серия, и строятся кинетические кривые. На основании кинетических кривых, их три типа. Первый – это плавное накопление, то есть об доброкачественном. Второй – плавное быстрое накопление и выход на плата. Это пограничное, оно может соответствовать как доброкачественным, так и злокачественным процессам. И именно вот эта плата, она часто нам дает низкую специфичность при МРТ. И третий – злокачественный тип, когда имеется очень быстрое накопление этого препарата в опухоли и очень быстрое его вымывание. МРТ используем мы еще для распространения процесса. В частности, Т2 с жироподавлением. Мы видим хорошо отек кожи подкожно-жировой клетчатки. Мы видим лимфангоидическую дорожку на Т2 с большому конгломерату пораженных лимфатических узлов. На постконтрастных изображениях мы строим кинетическую кривую и получаем, ну, естественно, что это злокачественное образование. Точно так же оцениваются и все лимфатические узлы при исследовании МРТ на первичном этапе. Не хочет уже. И в конце хочу сказать, что все эти методы – маммография, УСИ и МРТ – они будут описаны по системе Байрац. Это система описания и протоколирования. В конце мы в заключении обязательно вам поставим категорию. Категория – это вероятность возникновения опухолевого процесса. Если мы вам поставили 5, то мы не сомневаемся. Если мы поставили 4, то она идет на 3 градации – А, С и Б. Если А – вероятность всего 10%, если Б – 50 на 50%, но если С – мы часто уверены, что это злокачественный процесс, но по каким-то этическим, будь это доктор или это, знаете, пришли к вам коллеги, вы обязательно их должны успокоить. Вы ставите, что вы подразумеваете, что это опухолевый процесс, но все равно на окончательную точку нам поставят гистологи. Четвертая стадия. Уже независимо, какой размер опухоли, но имеются отдаленные метастазы. Органами-мишенями основными является, естественно, головной мозг. Это легкие, печень, кости, малый таз. Какие же методы диагностики вам здесь назначить? Головной мозг. Очень часто, я просто специально поставила этот слайд, клиницисты назначают компьютер. Да, компьютерная томография, она очень хороша, когда у нас с вами имеется громадный метастаз. Но если маленькие метастазы, мы на компьютерной томографии не видим. Что же нам тогда делать? Надо методом выбора, в данном случае, является магнитно-занянутая томография. Поэтому запомните, если вы хотите найти какие-то метастатические поражения головного мозга, надо назначать магнитно-резонансную томографию. Лимфатические узлы. Лимфатические узлы вы можете оценивать несколькими методами. Это и компьютерная томография. Это и магнитно-резонансная томография. У меня почему-то заедает, наверное, уже почему-то. И это утрозвуковая, я вам показывала, потому что мультипараметрический метод, он работает очень хорошо. Легкие. Конечно же, все врачи назначают грудную клетку. При наличии вот таких очагов, здесь нет никакой другого диагноза, как вы поставите, что это метастатическое изменение. Но вы получаете вот такую грудную клетку. И что вам тогда делать? Сказать, что здесь нет метастазов? Мы не знаем, потому что, да, грудная клетка вроде нормальна. Но методом выбора здесь является что? Конечно же, компьютерная томография. И сейчас еще многие клиники обладают новыми технологиями, которые называются томосинтез. Я специально вам поставила показать, что на томосинтезе вот это та пациентка, у которой мы не могли найти метастатические изменения. Вы видите маленькие метастазы, которые хорошо дифференцируются уже на томосинтезе. Поэтому, конечно, методом выбора у вас все равно останется компьютерная томография, потому что еще не все клиники оборудованы аппаратами с томосинтезом. При костях, конечно, метод выбора – это рентгенография. Но зачастую мы сталкиваемся с тем, что у нас имеются очень сложные анатомические зоны с наличием каких-то артефактов. Что в этом случае нам поможет? Вот в данном случае пациентка поступила на подозрение метастатические изменения в костях таза. На рентгенограмме убедительных данных за метастазов нет. Мы этой пациентке выполнили томосинтез. И на томосинтезе, я вам сейчас покажу, мы выявляем громадный метастаз костейолитической деструкции, который занимает боковую массу креста с переходом на подздошную косточку. Возможности томосинтеза, они очень большие, поэтому вы должны о нем знать, и если ваша клиника обладает этими аппаратами, его можно назначать. Так вот выглядят метастатические изменения на притомосинтезе на грудном отделе позвоночника. Конечно же, первым методом выбора у вас будет, что остеосцинтеграфия. Это аффект КТ, если есть в вашем городе. Вот так это будет выглядеть, очень красиво у них. И все метастатические измененные кости, они будут, конечно, светиться. Это магнитно-резонансная томография. При брюшной полости мы обязательно будем назначать компьютерную и магнитно-резонансную томографию с контрастированием. При поражениях метастатических малого таза это в первую очередь УЗИ. Запомните, она доступна и везде есть. И вторым уже дорогим методом тяжелой артериели будет магнитно-резонансная томография. Сейчас существует новый метод, который называется МРТ всего тела. МРТ всего тела, он имеет свои преимущества, поэтому выполняется без введения контрастного препарата. И уже на начальных этапах, когда возникают метастазы, которых еще не видно на компьютерной томографии, на аффекте, именно на диффузии МРТ всего тела, они будут обнаружены, находиться. Поэтому запомните, есть такой метод. И если вы подразумеваете большое распространение опухолевого процесса, то здесь вы можете видеть не только кости, здесь и малый таз, и лимфатические узлы, и печень. Поэтому я быстро проговорю, что все-таки вам, как клиницистам, наверное, это будет полезно. Вот вы должны запомнить, что если вы думаете, что поражен головной мозг, назначьте, пожалуйста, МРТ сконтрастированным. Если очаги в легких, то, конечно же, в первую очередь вы подумаете о КТ сконтрастированном. Если кости, весь большой арсенал, вы можете и остеостентографии, и ПЭТ-КТ, и МРТ, и КТ, и рентгенографию, и томосинтез. Если у вас поражена печень, то обязательно это компьютерная и магнитно-ресонансная томография сконтрастированная. Если у вас яичник, я вам говорю, начните с ультразвукового исследования, дальше будет МРТ. Если лимфатические узлы, опять у нас это и МРТ, и КТ, и диффузия, и ПЭТ, и УЗИ сконтрастирование. Что же назначить, когда у нас имеется несколько метастатических изменений? Вы думаете, это лимфические узлы, внутренние органы, кости, головной мозг. Мы будем назначать, что можно назначить аффект, КТ всего тела. Можно назначить МРТ головного мозга и плюс КТ, грудь, живот, таз. Мы можем назначить МРТ всего тела, то есть диффузию, и плюс КТ грудной клетки. И можем назначить ПЭТ-КТ. Но здесь надо помнить, что ПЭТ-КТ и именно аффект КТ, они обладают немножко разными свойствами, потому что при аффект КТ очень чувствительны будут к деструктивным очагам, к склеротическим очагам, потому что мы используем томатронный радиофаркный препарат с технетрилом. Он накапливается именно в остеобластических очагах, но зачастую остеолитические пропускаются. И наоборот, в ПЭТ-КТ она используется с глюкозой, и поэтому там накапливаются в литических очагах, но остеобластические они пропускаются. Поэтому методом выбора, я ещё раз оставлю, будет диффузия МРТ всего тела. И сейчас мы приступили к неодевантной оценке неодевантной химиотерапии. Что такое неодевантная химиотерапия, мы не будем останавливаться, и когда она назначается, у вас был целый день, вы об этом говорили. Мы только расскажем о оценке. Оценка осуществляется после 2-3 курса. Всеми методами диагностики, о которых я вам говорила, это маммография, ультразвуковая диагностика, магнитно-резонансная томография, и, естественно, мамосцентеграфия, и окончательно всегда это морфологическая, гистологическая наша верификация. Лекарственный патоморфоз, он оценивается по системе Питер Пейн, Ниллер Пейн. Мы о нём остановимся, но хочу остановиться только на том, что он имеет 5 степеней патоморфоза. При оценке на МРТ и ультразвуковой исследуется по рецисту 1.1, они туда входят, и, как вы видите, здесь 4 только степени. Это полный регресс, частичный, стабилизация и прогрессирование. Маммография и мамосцентеграфия в рецист 1.1 не входят, но у нас в институте идёт оценка неодевантной химиотерапии при помощи этих методов, и здесь хочется ответить, здесь существует так называемый четвёртый выраженный ответ, который исчисляется по вот этой формуле, которую вы видите на этом слайде. И я приведу вам примеры. Значит, прогрессирование. Первый – это при оценке неодевантной химиотерапии, при помощи маммографии, мы выявляем узел, его размеры, рентгеновскую плотность и отношение к окружающей ткани. После второго курса мы видим, что размеры растут, после четвёртого курса размеры вылезли, и появился ещё один узел прогрессирования. Так оценивается мамосцентеграфия. При мамосцентеграфии оцениваются размеры, есть узел или нету и коэффициент накопления, про который я вам говорила. То есть его оценка будет, чем меньше снижаться будет коэффициент накопления, тем, значит, лучше будет ответ на проводимую терапию. Это стабилизация, пример вам, на МРТ, постконтрастное изображение, естественно, с построением карт. На картах это будет просто наглядно видно, что у нас есть второй тип, то есть быстрое накопление выходом на плату, после второго курса быстрое накопление второй на плату, и после четвёртого курса вы видите тоже та же картина. То есть это стабилизация, и размеры узлового образования они практически не поменялись. Частичный регресс – это пример проводимого при пользе мультипараметрического метода, то есть здесь я вам говорила уже бойрежим, картирование и, естественно, сонная эластография. Значит, узел до химиотерапии 34 на 19, и стрель реча 6 и 46. После четвёртого курса цикла 17-14 – это размеры опухоли, и коэффициент жёсткости 5,53. Это частичный регресс. Сейчас в нашем институте идёт очень большая тоже работа, и оценку неодемантной химиотерапии будет оцениваться ещё при помощи контрастной ультразвуковой диагностики. Тоже есть узел, нету узла, и по степень его накопления, по кривым будет оцениваться именно его метаболизм опухоли. Частичный регресс – это примеры при помощи маммографии. Вы видите уменьшение опухолевого узла, и частичный регресс – при помощи маммостентиграфии. Полный регресс – это о чём вам говорили предыдущие лекторы. Ставятся метки. При помощи этих меток мы можем чётко определить, есть это опухоль или нету после четвёртого цикла химиотерапии. И так это будет выглядеть полный регресс при помощи оценки маммостентиграфии. Полный регресс – я сейчас покажу вам пример на МРТ, постконтрастное изображение с устроением карты. Они просто более наглядные. Если здесь у нас имелся третий тип, после второго цикла он переходит на второй тип выходом на плату, и после четвёртого цикла вы видите это плавное накопление, то есть совершенно доброкачественный тип. Полный регресс. Сейчас в нашем институте используется ещё оценка на элдивантной химиотерапии при помощи диффузистых диффузий. Значит, при эффективном лечении в опухоли происходят разные процессы. Это и апоптоз, и некроз. Расширяются межклеточные пространства. И поэтому, когда мы пишем, что происходит повышение индекса накопления диффузии, это как раз-таки при химиотерапии это показатель эффективности лечения. Неодивантная химиотерапия оценивается у нас и при аффекте. При аффекте её преимуществом, наверное, является, что здесь тоже меряется полуколичественный индекс и более точная оценка накопления препарата в лимфатических узлах. Этот слайд вам показывает полную характеристику всех методов диагностики, точности предсказателей полного патологического ответа. И, конечно, самая большая чувствительность обладает мамосцентеграфия. И МРТ, и контрастная мамография они обладают очень хорошей как чувствительностью, так и точностью. То есть сейчас очень много работы идёт по этому, но хочется ответить на том, что полный наш радиологический ответ, который мы вам пишем, это неполный патоморфологический. И буквально два примера. На МРТ, постконтрастное изображение, мы видим, сначала у нас был третий тип кривой, который потом переходит в первый, доброкачественный. Мы пишем, что это полный регресс опухоли, однако у нас приходит ответ, что это третья степень лекарственной патоморфозы, то есть совершенно частичная. И ещё один пример, тоже постконтрастное изображение. Мы пишем, что это частичный регресс, у нас остаточная опухоль, и окончательный ответ приходит пятая степень лекарственной патоморфозы. Хочется ответить, что почему так не бывает. Бывает недооценка и переоценка именно наших методов диагностики. Недооценка – это фрагментация опухоли, это опухоли, которые не имеют вид узла, это диффузные формы, и некоторые химиопрепараты, которые антиваскулярный эффект имеют, и они плохо захватываются у нас при наших исследованиях. Естественно, имеется плюс край резекции, плюс повторная операция. Конечно, это плохо. И переоценка, за счёт чего она у нас бывает, переоценка – это реактивно-поспалительная реакция, которая вызвана на проводимую химиотерапию, это окружающий склероз и наличие дополнительных рассеянных очагов, которые иногда нас достаточно путают. И дуктальная карцинома ин сито. И в последнее время я говорила, что сейчас идёт много работ по оценке именно контрастной маммографии и МРТ. Почему? Да потому что оба эти метода, они обладают, определяют неоангиогенез опухоли. Обе методики, они чувствительны к воскоррелизации, обе методики появляют образование в молочной железе и размеры опухоли, и, естественно, они имеют свои преимущества перед ультразвуковой диагностикой и перед маммографией. Это работы, которые уже ведутся, я думаю, что и у нас скоро это появится при сравнении именно контрастной маммографии и МРТ. И напоследок хочется сказать, что только совместный комплексный подход к исследованию молочной железы, маммография, мамосцинтиграфия, ультразвуковая диагностика магнитно-резонансная, она нас приведет к эффективности диагностики. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Антонина Викторовна. У кого-нибудь есть вопросы? Да, пожалуйста. Можно микрофон? Здравствуйте. Спасибо вам большое за содержательный доклад. Очень важные темы были затронуты. У меня к вам вопрос такой. Я недавно столкнулась с понятием радиотермометрической диагностики. В стандартах она нигде не стоит, но существуют организации, которые проводят обучение на эту диагностику и, видимо, занимаются этим. Хотелось бы ваше мнение услышать. Спасибо за вопрос. Знаете, ответить не могу. Мы этим не занимаемся. И эффективно сказать, хорошо ли это, плохо, мне кажется, будет просто необъективно. То есть вы даже не слышали, да, получается, про это? Нет, мы слышали, но мы этим не занимаемся. Поэтому, наверное, это будет хорошо, если это будет опубликовано, доказано. Спасибо. Дальше вопрос. Спасибо за сообщение. У меня такой вопрос. Немножко не понял из вашей презентации. Вот вы говорили аффект и остеосцентография. В моем понимании, как клиницисты, это один и тот же метод. Да, 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 да. Это одно и то же, но используется разная аппаратура, да. Имеется только гамма-камера, а имеется аффект, это гибрид. Это имеется и компьютер, и гамма-камера. То есть пациент, когда используется на аффекте, ему сначала будет радиоизотопный препарат, и идет исследование на гамма-камере. Затем этому же пациенту вводится уже контрастный препарат, и проходит компьютерная томография. И дальше происходит фьюжн, то есть наложение одного изображения на другого. Если совпадают четко 100% и накопление радиофармпрепарата, и накопление контраста, то мы четко говорим метастатическое или злокачественное это поражение. Если есть расхождение, здесь надо подумать о том, что бывает и неспецифическое накопление, особенно контрастного препарата. Спасибо. Еще есть какие-нибудь вопросы? У нас есть вопрос из Казахстана. Антонина Викторовна. Спрашивают, какой контрастный препарат используется для ультразвукового исследования молочных желез и лимфоузлов? Значит, в нашей России сейчас имеется патент только на один препарат, называется Сенавью, и фирма – производитель брака. Производится он в Швейцарии. Спасибо.